Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – четвертый квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы «Новости» – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа – торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа «Регион» в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Готовы ли Анапа к сюрпризам, которые обычно преподносят погода зимой, обсудили на заседании КЧС под председательством главы курорта. «Онкопатруль Витязева» свыше 3000 анапчан получили бесплатные консультации лучших врачей Кубани. Профилактика и правила пожарной безопасности объединили добровольную пожарную команду и Ассоциацию ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России. А сейчас обо всем подробнее. Специалисты управления муниципального контроля проводят ежедневный мониторинг в городе и селе Витязева. Во время проверки экипаж объезжает каждую улицу, выявляют нарушения правил благоустройства и принимают меры. У дома номер два на улице Уютной свалка строительного мусора. Хотя собственник утверждает, что это всего лишь щебень. Придомовая территория завалена мешками со стройматериалами. Специалисты управления муниципального контроля составили протокол на хозяина, вручили повестку на административную комиссию, где определят сумму штрафа. Следующий адрес – улица Уютная, 2Б, и здесь тоже нарушение. Нет ограждения и горы, земли у дороги. Собственнику вынесли предупреждение, он обязался навести порядок за неделю. Еще один земельный участок – улица Уютная, 2Г, и тоже неприглядный вид. Строительный мусор повсюду найти хозяина участка не удалось. Проверяющие придут еще раз. Все объекты будут проверять до полного устранения недочетов. Не удалось найти собственника еще одного объекта на улице Горького. На участке с двухэтажным недостроенным зданием, груда, стройматериалов и заваленное ограждение. В таком виде недострой угрожает безопасности. На баннерах телефоны застройщика, но ни на один из них дозвониться невозможно. На настоящее время будут проводиться работы по уточнению, где находится собственник, как связаться, чтобы он восстановил данный забор по правилам благоустройства. Любой строительный объект должен быть огражден силовым сплошным ограждением до высоты до двух метров и находился в надлежащем состоянии. Временное ограждение демонтировали и перенесли на территорию стройки, но в таком виде участок не останется. Собственника объекта обяжут привести стройплощадку в порядок с учетом требований и правил. Бесперебойная работа общественного транспорта и дорожной техники, запасы топлива и резервных источников питания, эффективное взаимодействие всех ведомств, комплекс мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций в зимний период обсудили на заседании КЧС в администрации Анапы. Главное, подчеркнул Сергей Сергеев, обеспечить готовность всех служб к возможным ЧАЭС. Шквалистый ветер, снегопад, ледяной дождь и несвойственный южным территориям мороз до минус 30. Все это анапчанам знакомо. Поздней осенью и зимой погода может преподнести любой сюрприз. Главное, основательно подготовиться к нештатным ситуациям, чтобы выйти из них с минимальными потерями. Подчеркнул глава Анапы Сергей Сергеев, открывая заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Все помнят, да, когда нас накрыл ледяной дождь, какие были последствия, как говорились, опоры в поле. Многие из вас проявили себя опытными руководителями, проявили с наилучшей стороны. Еще я хочу обратить внимание на то, что поводные условия в нашем регионе могут резко меняться. Не забывайте об этом. О готовности объектов жизнеобеспечения города-курорта к безаварийному прохождению осенне-зимнего периода отчитались руководители всех городских предприятий. Основная задача – создать резервный фонд материально-технических средств, привести в готовность технику. Энергетики доложили о проведенном капитальном ремонте линии электропередач. Объекты энергоснабжения вне погоды дают сбой в первую очередь. Поэтому важно создать запас резервных источников питания для школ, детских садов и больниц Анапы. Дорожники привлекут к работе в осенне-зимний период 26 единиц техники, дополнительно коммунально обеспечат в непогоду транспортную доступность. Как избежать потопления улицы Северной во время сильных осадков осенью, также говорили на заседании КЧС. Сергей Сергеев поручил организовать расчистку ливневых коллекторов и приемных колодцев. Девять лет эти работы не проводились, что и привело к сложной ситуации. Кроме того, управлению ЖКХ предстоит найти подрядчика для восстановления проектных характеристик коллекторов в полном объеме и регулярном содержании ливневок на Северной в порядке. Краевая профилактическая акция «Онкопатруль» впервые прошла в Анапе и успешно. Свыше трех тысяч анапчан прошли бесплатное обследование лучших онкологов и психологов Краснодарского края. Получили практические советы, как укрепить здоровье и никогда не стать жертвой страшного диагноза. Бесплатную консультацию врачей-онкологов Кубани и психолога, ультразвуковая диагностика – такую возможность предоставили анапчанам в минувшую субботу. В селе Витязево работал «Онкопатруль» в рамках профилактической акции Краснодарского края. Анапчане проверили здоровье и получили шанс остановить развитие страшной болезни. В Анапе акция прошла впервые. 49 лучших врачей-онкологов со всей Кубани приехали в Анапу, чтобы провести бесплатный прием. Проект «Онкопатруль» был создан три года назад по инициативе вице-губернатора Кубани Галины Золиной. В рамках губернаторской стратегии «Будьте здоровы». В Витязеве УЗИ и мамографию прошли более трех тысяч анапчан. Сегодня не просто выходной день. Я бы его назвала Днем здоровья Анапы и Анапского района. Вот в этот день люди могли бы сидеть дома, читать книжку, просто лежать на диване, ну или поработать в огороде где-то. А они пришли сегодня сюда для того, чтобы проверить свое здоровье. Те люди, анапчане, которые сегодня сюда пришли, это самые современные, самые грамотные люди нашего округа. Почему? Потому что здоровье – это, наверное, самая главная ценность, которая есть у человека. Чтобы привлечь к участию больше жителей города-курорта, было организовано транспортное сообщение сельских округов муниципалитета. Краевые врачи, не считаясь личным временем, работали до последнего пациента. В селе Цибанабалка подписали соглашение о сотрудничестве Добровольной пожарной команды Кубани с Ассоциацией ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России. Подробности в сюжете. Добровольная пожарная команда Кубани и Ассоциация ветеранов МВД объединились. Теперь и работать будут в одном помещении, и вместе проводить профилактическую работу среди населения. Кстати, и ремонт в помещении делали сообща. В составе новой большой команды обязанности каждого строго определены. Почетными грамотами и медалями наградили тех, кто внес большой личный вклад в развитие Краснодарской краевой организации. Я просто принимал активный вклад в участие организации, вклад организации и переход объединения. То есть, вносил личный вклад в это объединение. Юных волонтеров Добровольной пожарной охраны тоже отметили. Антон Мазин, самый маленький из добровольцев, работу пожарных знает. Проводит с папой инструктажи для школьников, профилактические беседы, раздает памятки. Чтобы все знали правила пожарной безопасности. Антона наградили значком волонтера и вручили членский билет. Я с папой ездил. А чем вы занимались? Пошли пожар. Я хочу быть пожарником. Награжденных поздравили представители администрации города, сотрудники отдела МВД по городу Анапа, представители общественных организаций, жители и гости Приморского сельского округа. Ветераны органов внутренних дел и внутренних войск и сегодня продолжают работать. Они проводят профилактические беседы среди несовершеннолетних и занимаются с молодыми сотрудниками полиции, передавая им свой опыт и знания. Спасите жизнь ребенка. С такой просьбой к нам в редакцию обратилась мама шестилетнего Степана Небыша. У малыша рак, но его можно вылечить. Я люблю в талбуран играть. Это что такое? Это бегать, собирать денежки. Но он не бегает, а по-взрослому серьезно и медленно, шаг за шагом прогуливается с мамой. И устает быстро. Но, несмотря на свою болезнь, сам заботится о черепахе, которая живет у него дома. Вот такая я маля путька. А как зовут ее? Как звать ее? Лео. Лео. Шестилетний Степа уже перенес операцию. Опухоль удалили. Для спасения мальчика необходимо пройти еще одно обследование и лечение. На сегодняшний день мы прошли лечение лучевая терапия в сочетании с химиотерапией. Должны были продлить еще 8 блоков химиотерапии, но отказались, так как у Степана аллергический статус. Мы ищем альтернативные методы лечения. На данный момент связались с Феодосией. Там есть биоцентр, где нам предлагают помощь. Там, конечно, паразитарная теория лечения. Я верю, что там могут тоже нам помочь. Требуются средства, которых у нас нет. На сегодняшний день нам на обследование нужно 30 тысяч рублей, а 21 день курс лечения – около 5 тысяч долларов. Для обычной семьи сумма неподъемная. И только собрав средства на лечение, можно спасти жизнь маленького Степана. Мы надеемся, что мы справимся. Может быть, найдутся люди, которые нам подскажут, что делать и как нам делать, как нам быть. Подарите жизнь ребенку. А мы переходим к другим темам. Олимпийские огни зажглись в Анапе. Город-курорт принимал спортивных гостей. В детско-юношеской спортивной школе номер 10 прошли соревнования среди школьников «Спорт против наркотиков». Подробности в сюжете Натальи из Мызговой. Олимпиада продолжается. Равнение на российский флаг. Факел горит пять заветных колец на месте. Вместо винтовки у биатлонистов в руках мячи. Свою маленькую олимпиаду, как протест против пагубных привычек, провели юные спортсмены края. Соревнования «Спорт против наркотиков» среди пятых-восьмых классов – это форма общения детей и взрослых. На мой взгляд, соревнования очень важны детям. Они несут позитив. Дети ждут от нас взрослых совета. И мы говорим им – не переступайте той черты, за которой нет выхода. Не играйте в те игры, где нет победителей. В зональном этапе состязались команды Анапского, Краснодарского, Красноармейского, Славянского и Темрюкского районов. Для этих ребят, занятых спортом, вредных привычек просто не существует. В легкоатлетической эстафете спортсмены почти не касаются ногами пола. Нужно вырвать у соперников несколько победных секунд. Следующий этап – биатлон. Вести баскетбольный мяч одной рукой непросто, они больше и тяжелее обычного. Но с трудным заданием подготовленные спортсмены справляются, даже хрупкие девчонки. Ребята успели побыть футболистами, продемонстрировать меткие волейбольные броски. Самым зрелищным из заданий стали синхронные прыжки на скакалке. Победителем соревнований стала команда школьников из Краснодара. Второе и третье место у Красноармейского и Анапского районов. Мы очень трудились и заслужили первое место. Самые сильные команды встретятся в финале 28 октября. Футбольный клуб Анапа вышел на вторую позицию в турнирной таблице. Команда Анапа одержала победу над командой Кубанского государственного университета. Субботний матч на стадионе «Спартак» завершился со счетом 4-1. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер выхода прогноза погоды – магазин текстиля для дома премиум класса «Махровый рай». Алые паруса, цветущая сакура, летний сад и миллион алых роз. Возможно ли это все сразу? Да. Если вы в магазине «Махровый рай», белье для сна и дома – приходи, выбирай. Это все «Махровый рай». Теперь по новому адресу – торговый центр «Рио», улица Горького, 18, напротив стадиона «Спартак». Во вторник, 14 октября, в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 20-22, ночью 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 15 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Здесь знают, что будет актуально в новом сезоне. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – четвертый квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа – торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Редактор субтитров А.Семкин